Привет! Хочешь раз и навсегда запомнить все даты по истории России и больше никогда не заниматься зубрежкой? Тогда смотри это видео до конца. Сегодня буду делиться с тобой полезными советами, как учить даты по истории для ОГЭ. И начну с самого-самого полезного, с подарка. В первую очередь хочу подарить тебе квизлит со всеми датами по истории России в моем телеграм-канале. Чтобы попасть в мой телеграм-канал, тебе нужно перейти по ссылке в описании, либо по QR-коду на экране, зайти в закрепленное сообщение и перейти по ссылке на квизлит. В конце этого видео я подробнее расскажу, как работает квизлит, так что еще одна причина досмотреть до конца. Благодаря квизлиту ты сможешь все-все-все даты выучить, повторять их каждый день, и это перестанет быть для тебя проблемой. Ну а мы с тобой переходим к совету номер один. Во-первых, я очень хочу порекомендовать учить даты всегда сразу вместе с событиями. Когда я только начала заниматься преподаванием истории, и мои ученики спрашивали, как запомнить все эти тонны дат, как все это выучить, для меня это, если честно, было очень странно, потому что у меня никогда не было проблемы с тем, чтобы выучить даты. Да, мне повезло, у меня действительно очень неплохая память, которая быстро работает, но я понимаю, что так далеко не у всех. Я стала разбираться, почему я никогда не страдала проблемами с датами, и почему мне всегда они легко давались. Я никогда их не откладывала на потом, я не успокаивалась, пока сразу не запоминала дату каждого события. То есть для меня дата всегда была частью этого события, частью названия. Я люблю приводить пример, есть фильм «300 спартанцев». Ты же точно знаешь, что их было 300. Никто не запоминает этот фильм по фразе «ну, там было много спартанцев». Поэтому вот такой вот подход сразу помогает не откладывать даты в дальний ящик. Здесь прям вот нужно максимально понять, что дата – это такая же важная часть названия, как и название «Куликовская битва 1380». Пока не запомнишь, дальше не советую идти, потому что если ты наберешь очень много событий, максимально все выучишь, а потом придется нанизывать на них даты, будет очень сложно. Так что давай договоримся, что даты ты будешь учить сразу. Ну что ж, следующий совет, мне кажется, он очень интересный. Я им очень-очень-очень люблю делиться, потому что это моя система, которую я создала для своих учеников несколько лет назад. Она называется «Историческая система координат». Давай я чуть подробнее расскажу, как она работает. У меня она даже распечатана. Вот такой вот лист, который я сейчас буду заполнять прямо в прямом эфире. И ты сможешь понять, что же с этим нужно делать. Ну смотри, во-первых, в правом верхнем углу – век. Давай выберем 19-й век. Я опишу цифру 19, и мы сейчас посмотрим, как с помощью этого листа можно запоминать даты по 19-му веку. Смотрим. Нам дано две линии – десятилетие и год. Координаты. И нам нужно куда-то вставить дату события. Ну, например, мы возьмем 1803 год. Год, когда Александр I издает манифест, указ о вольных хлебопашцах. Как же на этой таблице, на этой системе указать данное событие? Мы должны найти, во-первых, десятилетие. Смотрим на левый край этого листа. Вот у нас здесь десятилетие, десятое. То есть самые первые десять лет века, они вот в этом кусочке схемы отображены. И дальше смотрим на год. Третий год, то есть 1803 год, будет находиться у нас вот здесь. Потому что это как бы первое десятилетие, третий год. Я нарисую это на схеме. И напишу рядом с точкой «вольные хлебопашцы». Чтобы запомнить, что же это такое. Смотри, получается, что у нас на схеме уже появляется первая точка. Что еще сюда стоит добавить? Ну, например, война 1812 года. Мы немножечко поднимаемся наверх, так как у нас уже второе десятилетие. И находим второй год. Получается, что это будет находиться примерно вот здесь. Война 1812. На схеме я указала. Видишь, уже две точки. Смотрим дальше и придумываем еще какое-нибудь событие. Отмена крепостного права 1861 год. Нужно найти шестое десятилетие. Оно будет у нас вот здесь находиться. И первый год. Рисуем пунктирчик наверх. Вот здесь мы должны будем поставить эту точку. Давай я нарисую. Вот тут будет находиться отмена крепостного права. Пишу это на своей бумажной схеме. Ага, пожалуйста, отмена крепостного права тоже появилась. Что еще мы можем найти? Ну, например, давай поставим точку где-нибудь правее. Возьмем какой-нибудь 1896 год. Год коронации Николая II. Тоже надо запоминать для ОГЭ. И он будет находиться у нас вот здесь. Ну, а я его нарисую у себя на схемке. Н2 и корона. Вот таким образом я внесла на эту таблицу уже 4 даты 19 века. И если ты будешь заполнять ее максимально регулярно, вносить на нее все события, которые ты проходишь, то к концу прохождения века у тебя на этой схеме будет уже огромное количество точек. Ты сможешь увидеть целый век на одном листе. Это будет очень круто. Ну, а если у тебя позволяет пространство в комнате, ты сможешь даже склеить свою собственную хронологическую ленту. То есть распечатывая вот такие листы по каждому веку и склеивая их между собой, ты получишь очень длинную ленту, которую можно расклеить по всей комнате. И вот так вот по ней проходиться постоянно и повторять даты. Мне кажется, очень классный способ сделать даты более наглядными. Советую. Надеюсь, что тебе было интересно узнать про такой подход. Совет номер три. Внедряй мнемотехники. Что такое мнемотехника? Ну, вообще мнемо это память. Поэтому это техники для улучшения нашей памяти, ну, а также техники для лучшего запоминания больших объемов информации. Вообще мнемотехник есть очень много. Они помогают запоминать и даты, и номера телефонов, и какие-то сложные слова и так далее. Но я подобрала несколько, которые помогут конкретно с датами по истории. Во-первых, буквенный код. Что это значит? Можно присвоить каждой цифре какую-то букву и придумывать фразы. Чтобы тебе было больше понятно, я привожу пример. 1380. Какие здесь есть цифры? 1, 3, 8, 0. То есть четыре буквы. О, Т, В, Н. Я придумала фразу. Однажды татары вызвали нас. Ну, добавляем на бой. Этого уже нет в дате, но чтобы было логично по смыслу. И получается, что ты запоминаешь дату благодаря вот этой фразе. Что произошло в 1380 году? Куликовская битва. Татары, татары-монголы, сражались с Дмитрием Донским на Куликовом поле. Получается, однажды татары вызвали нас на бой. Все вроде бы вполне логично. Ты можешь придумывать совершенно любые фразы. Давать цифрам другие буквы. Я придумала именно такие буквы, потому что на эту букву начинается цифра. Все. 1, 3, 8, 0. Вот и эти буквы вышли. Но можно взять совершенно другие. Еще один хороший подход системы ШЭД. Что это такое? Нужно придумать фразу, в которой каждое слово состоит из такого же количества букв, что и цифра. Пример. 988 год это крещение Руси. И мы составляем фразу из трех слов. Каждая из которых составляет из стольких цифр. То есть из 9 букв, из 8 букв, из 8 букв соответственно. Получается. Визировал Владимир крещение. Ну, визировал, то есть как бы утвердил. Провел крещение Руси. Вот и получается, что у тебя слово из 9 букв, слово из 8 букв и слово из 8 букв. Которое помогает запомнить дату. Не всем подходят такие методы. Кто-то считает это слишком сложным. Надо считать. Надо добавлять математику. Так что смотри, как тебе комфортнее. Но я знаю ребят, которым мнемотехники действительно помогают. Вообще, самый главный прикол любой мнемотехники это создать ассоциацию. Наверняка ты понимаешь, что если у тебя с каким-то событием связаны сильные эмоции, ты его никогда не забудешь. Вот, например, со своими учениками я иногда хожу на экскурсии в музей. И если ребятам там в музее что-то очень интересно рассказывают, они это событие запомнят уже точно до экзамена, может быть даже и дальше. Потому что с этим событием теперь связана яркая эмоция. Они стояли в музее вместе с другими учениками мастер-группы и слушали экскурсовода. Ну, классно же, правда? Поэтому мнемотехника это всегда эмоция. Всегда какая-то яркая ассоциация. Ну, в данном случае, например, придумывание фразы. И есть, конечно, еще одна очень известная мнемотехника. Если ты с друг смотрел сериал про Шерлока, то знаешь ее чертоги разума. Очень многие ребята хотят этим увлечься, заняться, построить у себя в голове чертоги разума. И я решила тоже рассказать, что же это такое. На самом деле, это вполне реальная система запоминания информации. Вот, например, мы можем взять тему правления первых древнерусских князей. И у себя в голове как бы представить небольшую комнату, ну, как кладовку. И построить там несколько полок. Каждая полка будет названа именем князя. Ну, например, первая нижняя полка Рюрик, вторая полка Олег Вещий, третья полка Игорь, затем княгиня Ольга и князь Святослав. Вот, получается, пять полок мы расположили в нашей кладовке. У меня вот уже все в голове представилось. Полки у меня почему-то красного цвета. На каждой полке стоят какие-то вещи, которые символизируют то, что сделал этот правитель. Ну, например, Рюрик подчинил себе систему рек и наладил торговлю. Я бы поставила на полку Рюрика бутылку воды и написала бы на ней подчинение системы рек. Ага, вот уже образ создался. Княгиня Ольга провела очень яркую месть племени древлян, которые убила ее мужа, князя Игоря. И тогда на полочку княгини Ольги можно поставить горящую свечу и подписать месть древлянам. И так далее. То есть, опять же, благодаря созданию ассоциаций и продумыванию вот этой системы, ты сможешь лучше представить себе всю эту тему и даты в том числе. И если нужно будет что-то вспомнить, то ты сможешь вернуться мысленно в эту кладовку, найти нужную полку и на ней найти нужную информацию. На самом деле это может звучать странненько чуть-чуть, но это правда работает. Если просто немножечко уделить этому внимание и вот прямо продумать ту тему, те события, которые тебе нужно запомнить. Вообще, на самом деле, можно и не делать чертоги разума. Можно нарисовать различные схемки. Схемы, именно самостоятельное создание схем очень сильно помогает запоминать любую информацию, потому что это переработка информации. Как говорил один из древнегреческих философов, умный человек это не тот, у которого есть множество разрозненных знаний, как кирпичиков, а тот, кто из этих кирпичей может построить дом. То есть тебе не просто нужно знать много дат, а уметь составить из них стройную систему, нарисовать схему, какую-то логику в них увидеть. Ну, чертоги разума в этом как раз помогают. Ну и, наконец, что еще хотела тебе посоветовать? Обязательно повторяй даты. Дело в том, что наша память, к сожалению, совсем не идеальная и очень часто может нас подводить. Поэтому, чтобы ничего не забывать, лучше как будто бы постоянно находиться внутри истории. Хороший способ это повторять каждую дату через час, день, неделю после того, как ты ее узнал в первый раз. Ну, как это можно сделать? Например, если сегодня ты проходишь тему управления Ивана Грозного, то лучше бы через час после урока немножечко ее повторить, буквально пробежаться по конспекту, посмотреть еще раз на основные даты. На следующий день снова пробежаться по конспекту, снова все прочитать. Через неделю уже более вдумчиво прочитать конспект, а через месяц вообще еще раз эту тему пройти. Если создать себе такую четкую систему, то в итоге ты каждый день будешь что-то повторять. Ну, вот сегодня Иван Грозный, а вчера ты проходил правление Василия Третьего, так что сегодня повторяешь еще и его. Завтра будешь повторять тему, которую прошел позавчера и так далее. Таким образом, будешь всегда находиться внутри истории. Ну, и есть, конечно, хорошая бонусная идея, она сильно проще, чем создание такой системы повторения. Это просто взять себе в привычку вспоминать события, глядя на часы. Наверняка такое у тебя уже бывало. Смотришь на часы, а там 19-17, и ты такой, ага, октябрьская революция. Вот это на самом деле очень полезная привычка, которая помогает постоянно что-то вспоминать. На часах у нас всегда какое-то время. Вот я сейчас, например, смотрю на часы, у меня 16.33. И я такая, ага, в этом году Россия участвовала в Смоленской войне, с Речью Посполитой. Происходило это при Михаиле Федоровиче. Все, я немножечко освежила свои знания. Ну, конечно, яркие примеры. 18-12, Отечественная война. 17-55, открытие Московского университета. И так далее. Если будешь делать это каждый день, то каждый день будешь повторять очень много дат, и они никогда не уйдут из твоей головы окончательно. Ну и, конечно, последний, самый важный совет. Используй квизлит. Квизлит, который я для тебя подготовила. Ну, или можешь сделать его самостоятельно. Сейчас я покажу тебе подробнее, что же такое квизлит, и как им пользоваться для повторения и запоминания дат. Ну, во-первых, у меня в квизлите, который я для тебя сделала, все разбито по векам. Смотри. Вот, например, у нас есть 19-20 век. 108 карточек с различными датами. 19-й век, 103 карточки и так далее. Ты можешь открыть конкретный какой-то период. Вот, например, 18-й век. И здесь мы видим карточки. На одной стороне которой события, а на другой даты. Вот таких карточек тут достаточно много. И, собственно, учить их можно следующим образом. Либо просто проходя по всем карточкам. Вот смотри, здесь у тебя лицевая сторона карточки, на ней написано событие, создание сената. Если на нее нажать, то она перевернется, и будет написана уже дата. Поэтому ты как раз-таки сможешь проверять себя. Квизлит очень помогает, если им пользоваться где-нибудь минут 10 в день, просто для того, чтобы заходить и прогонять себя по самым сложным датам. Открываешь список, открываешь карточки и проверяешь. Так, создание сената. Угу, помню, 1711. Нажимаешь на карточку, проверяешь. Если верно, супер. Если нет, значит, нужно еще раз повторить. Это один из форматов обучения в квизлите. Но есть также и другие. Вот, например, здесь я показываю тебе тест. Есть дата, и нужно выбрать подходящее событие. Ну, в данном случае будет Северная война. Если ты верно нажимаешь, то квизлит обозначит ответ зеленым и скажет, что ты эту тему уже знаешь. Если же нет, он обозначит ответ красным, и в следующем тесте снова тебе подкинет эту дату. Таким образом, ты можешь хорошо проверять себя, заучивать даты и много-много-много чего еще с ними делать, чтобы они не вылетали из головы и не превращались в страшные мучения. На самом деле, сейчас есть очень много классных инструментов, чтобы с датами работать. И я надеюсь, что ты все эти инструменты будешь использовать. Если ты досмотрел до этого момента, тогда, думаю, видео было интересным. Пора представиться. Меня зовут Дарья Львова, и я преподаю историю в онлайн-школе Умскул для 9-х классов. Я историю очень люблю и считаю, что моя главная цель как преподавателя помочь вам полюбить историю, в том числе с помощью изучения дат. Я знаю, как сильно это пугает многих ребят, и хочу, чтобы после просмотра этого видео вам стало немножко полегче. Вы увидели, что есть разные способы справляться с датами. Возможно, распечатали себе вот такую вот табличку, которая здесь у меня лежит на столе, и тоже ее заполняли. Возможно, забрали себе квизлет из моего телеграм-канала, и даты перестали быть для вас такими страшными. Еще раз призываю вас подписаться на мой телеграм-канал. Можно найти его по ссылке в описании, либо по QR-коду с этого экрана. В закрепленном сообщении вас ждет квизлет со всеми датами по истории, которые я вам сейчас показывала, и вы сможете его использовать самостоятельно, вообще, когда вам захочется, где захочется. И также во вложениях беседы, в файлах беседы, вы можете найти историческую систему координат, которую я вам сегодня показывала. Да, так и называется. Историческая система координат. Можно по поиску в канале тоже ее найти. Либо у нас в канале есть чудесные модераторы, можно попросить их вам помочь. Я уверена, что они тоже в файлах отыщут этот замечательный слайд, эту замечательную схему, и помогут вам с ней разобраться. С вами была Дарья Львова. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Жду вас в своем телеграм-канале.